А перед просмотром этого видео я хотел бы вам посоветовать канал Оливии Кей. Здесь вы сможете найти кучу различных и интересных блогов о жизни девушки. Если ты заинтересован, то ссылочка в описании, заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами Става Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, новую серию нашего шестого сезона с модом Пиксельмон. И перед тем, как продолжить наше путешествие в мире покемонов, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. И перед тем, как продолжить и вообще начать эту серию, как обычно, я бы очень сильно вас хотел попросить поставить лайк. Ребята, если мы сегодня наберем 1000 лайков в воскресенье, значит завтра рано утречком выйдет следующая серия Пиксельмона. И можно сказать, каждая серия Пиксельмона каждый день, не через день, не через 2 дня, а каждый день. Все, что у вас требуется, это просто поставить лайк. Я буду очень сильно этому рад. Во-первых. Во-вторых, вы просто-напросто будете получать серию Пиксельмона каждый день. И вы знаете нашу мини-игру, то, что если мы лайки набрали, а на следующий день серия не вышла, то вы будете иметь полное право написать мне ВКонтакте, чтобы я добавил вас в друзья, сделал вам подарок и также расписался у вас на стенке. Но это только если мы наберем лайки, а серия не выйдет на следующий день. Также не забываем оставлять комментарии, идти общаясь со своими подписчиками. Кто не верит, может проверить. Оставь свой комментарий под этим видео, я на него отвечу. И последний, ребята, не забываем подписаться на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому тебя бы, чувак, я хотел бы попросить подписаться на мой канал. Я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, приступаем. И что самое первое я хотел бы вам показать? То, что... То, что... То, что видео опять не работает. Ладно, сейчас, секунду. Вот, вроде работает. Что хотел бы я вам показать? То, что я наконец-то поменял обычную Почерису 77 уровня. И Шайни Почерису. Какого-то там девятого уровня на Почерису 77 уровня. И да, ребята, не переживайте, те, кто переживает за то, что у новой Почерису не будет таких же атак, которые имела предыдущая Почерису. Но нет, ребята, она имеет точно такие же атаки. Поэтому не нужно переживать. А многие люди были за это не читерство, ребята. Многие люди писали то, что, мол, Эдисон, да, я разрешаю тебе читерить. Но это, ребята, было не читерство. Это равноценный обмен. Я дал старую Почерису 77 уровня. И я дал еще одну Почерису Шайни за новую Почерису 77 уровня. То есть, равноценный обмен. Да, ребят, мы еще немного тут побегаем. Вдруг кто-то заставится. Поэтому, ребята, вот у нас новый, новый лидер команды, которая обычная Почерису превратилась в Шайни Почерису. Да, и просто знаете, что я хочу посмотреть, будет ли новая Почерису дропать так же вещички, как дропала старая. Потому что вдруг может быть такой баг, что Шайни не дропает. Да, дропает только обычный. И, ребята, о чем бы я хотел еще вот так, минуточку поговорить, пока мы будем сейчас тут бегать и смотреть, не заспавнится ли тут случайным образом Гроудон. Да, ребята, вы можете заметить то, что все-таки, все-таки сегодня утром был обзор новой версии Пиксельмон. Да, ребята, сегодня я обозревал новую версию Пиксельмон, а точнее 4.0.8, которая вышла совсем недавно. Вы можете зайти на видео, просто-напросто скачать новую версию и установить себе в Майнкрафт. Но вы спросите, почему у меня сейчас нету этой новой версии? Так как вы могли сейчас заметить то, что... То, что Арбок... Вашу нафиг. То, что Арбок был старым, да? То есть, то, что у него не было обновленной текстуркой. Потому что в новой версии обновили текстурки Пинсеру, Сайдеру, Арбоку, Генгару и Электробазу. Да, ребята, они реально очень офигенные. Но вы спросите, почему я же все-таки не установил? Потому что, ребята, даже создатели Пиксельмона написали в описании под новой версией то, что новая версия может не работать на картах, которые были созданы во время старых версий. А как вы знаете, вот эта карта была создана на версии... О, нифига себе. Была создана на версии Пиксельмона 4.0.7. То есть, на предыдущей версии. И, к сожалению... Или даже 0.6. Но, в общем, на предыдущей версии. И, к сожалению, ребята, я не могу установить новую версию. Потому что у меня просто крашится Майн. И вообще нету никаких вариантов избежать вот этой ошибки. Потому что, что бы я ни делал, Майн крашится. Если даже создатели Пиксельмона предупредили, что, мол... Новая версия Пиксельмона не будет работать с картами, которые были созданы на старых версиях Майнкрафта. К сожалению, я бы очень имел большое желание установить. Но, ребята, я сейчас не буду перезапускать сезон и начинать сезон сначала. Только за того, что разработчики обновили текстурки 5-ти покемонов. Вы прикиньте, вот сейчас 40 там с чем-то серий. Я буду удалять... Ну, просто не то, что удалять, а... Твою мать, сейчас... Я буду прекращать этот сезон за того, что добавили новые... Не то, что даже новых покемонов. Просто поменяли текстурку 5-ти старым покемонов. Ребят, ну, сами подумайте. Я бы очень хотел, но, к сожалению, у меня это не получится. Поэтому, ребята, я не знаю, наверное... Ну, не знаю, наверное, все-таки уже в следующем сезоне это мы сделаем. Потому что, как видите, не получится, ребята. В этом сезоне, к сожалению, не получится. Потому что, ну, никак. То есть, я установить, ребята, никак не могу. Хоть вы там пукните. Я даже пукал, не получалось. Но установить новую версию не получается. К сожалению. Да, ребята. Но все же мы сейчас будем продолжать охотиться. Будем продолжать искать покемонов. Вдруг тут даже еще сейчас целый бис заспавится. Я был бы реально очень сильно рад. Но... Вряд ли она вообще когда-то заспавится. Но все же будем надеяться. Мы в этой серии, ребята... Я обещаю, что в этой серии мы прокачаем Иви уже миллион процентов. Миллион процентов. Да, ребята. Ей остался еще один уровень. И она станет, во-первых, 45-м уровнем. И, во-вторых, она уже, наконец-то, эволюционирует в Амбриона. А Амбрион, как вы знаете, ну, в принципе, реальный тащер. Ну, и просто-напросто многие люди уже давно хотели. И знаете что, ребята? Вот в этой серии я попытаюсь даже выполнить вашу просьбу. Вы спросите, какую просьбу? Многие подписчики меня уже давным-давно просили. Мул Эдисон, пожалуйста, пойди в горы, попытайся словить Апсола. И что самое главное, многие меня это просили. То есть, офигеть. Ребята, столько людей любят Апсола. Я не знаю, почему я как-то, знаете, давно вообще не замечал вот этого покемона. Мол, он какой-то там особенный. Но раз вы так просите, вы знаете то, что ради подписчиков я все-таки сделаю это. Поэтому, ребята, может мы даже сейчас пойдем и быстренько посмотрим, будет ли там какой-то Апсол. Если да, то мы его даже попытаемся словить. Я не знаю, просто сколько там еще нужно. Я не знаю, сколько там Иви еще нужно, чтобы она эволюционировала. Но этой ночью мы должны это уже сделать миллион процентов. Пучена. Вот, вот кого нам нужно. Вот кого нам нужно убить. Потому что этот покемон реально, по сути, должен быть около пи... Ни хрена себе. Он иногда спамится с 60 уровнем, а иногда спамится с 20 уровнем. Поэтому фиг знаешь, какой уровень там вообще заспамится. Ребят, мы сейчас пойдем посмотрим Апсола. Но дайте-ка я еще, может, найду одного-двух покемонов, которые... Вот, жираф... Вот, 52 уровень. С этого, может, даже Иви уже эволюционирует, я надеюсь. Потому что Амбрион... Я уже хочу Амбриона очень сильно. Да, в принципе, многие уже хотят. Будет уровень? Не будет уровень? Кто как думает? Я не знаю, сколько там еще осталось. Нет, не будет. Не будет, ребята. Я еще не знаю, сколько там осталось, честное слово. Давайте посмотрим. Ну, в принципе, почти. Вот сейчас уже реально осталось там несколько покемонов. И все-таки уже уровень будет новый. После... Твою мать. Даже не дашь нам покушать нафиг. После того, как мы эволюцион... Вашу фуражку! Вашу нафиг! После того, как мы эволюционируем Иви, мы, ребята, займемся Рампорт... Ну, Дропионом, во-первых. А потом... Сейчас, дайте-ка я вот этого замочу. Может, я... Да, убил, вспомнил. Вот, наконец-то! Нет. Что за хрень? Так, подождите. Иви же эволюционирует, но... Что за хрень, а? Так, сейчас. Я что-то пропустил. Она же эволюционирует с помощью... Когда у нее 220 частей, если ты ее ночью поднимаешь уровень, значит, она эволюционирует в Амбриона. Я что-то пропустил или что-то залагало? Или у нас залаганная какая-то Иви, которая просто-напросто не эволюционирует? Всегда было на 220 частей, никогда не было выше. Я что-то, походу, пропустил, ребята. Ребята, я честно не представляю. За это время я уже успел тэпэхнуться в горы для того, чтобы попытаться словить Апсола. Ведь многие меня просили это уже давным-давно сделать. Многим нравится Апсол, поэтому я сейчас сюда пришел, чтобы ради вас, ребята, попытаться его найти. Но что вот творится с Иви, я не знаю. Ну, смотрите, у них 220 частей. Я не знаю, то есть... Да не эволюционирует она позже. Все-таки мы как-то же эволюционировали Лукарио. А Лукарио у нас эволюционировал на 220-м уровне. Не на 220-м уровне, а когда он имел 220 частей. Он вот тогда эволюционировал. Сейчас у нас уже по Чирису имеет 221 частя. Это Шайни или нет? Что ты хрень? Шайни! Нет, я просто случайно сказал. То есть, по приколу, это Шайни, потому что он как-то странно выглядел. А это оказался Шайни. Ребят, вы как-то видите то, что нам уже вторую серию подряд попадаются Шайни? С корму. И что самое главное, с корму. А он еще вряд ли, потому что ночь уже по сути прошла. Хотя, может там утро, такая еще мини-мини-мини-мини-мини. Манюсенькая ночка там. Нет, все-таки. Давайте еще попробуем. Зашиби. Ну, ладно, давайте Грэдболом. Потому что у нас ультраболлы. Квикболы не видны. Я не знаю, честно, ребята, что творится. Что это за хрень? Почему? О, ни хрена себе мы с лови. Шайни с корм... Офигеть. С помощью... Офигеть. С помощью Грэдбола. Повезло просто. Ладно, давайте включим шейдеры. Я не знаю, честно, ребята. Давайте мы сейчас еще побегаем. Сейчас еще поищем. Поищем, может, боссов. Поищем, может, еще даже в Шайни. Потому что, ну, офигеть. То есть нам на Шайни как-то в последнее время как-то... Вообще нереально. Везет, я заметил. Сейчас. Опа, еще один скриншотик. В предыдущей серии мы нашли двух Шайний. В этой серии мы нашли еще одного Шайни. А до этого мы не находили Шайни в течение, там, я не знаю, 20 серий, может. Поэтому я не в курсе. Кстати, там мне подписчик... А ну, ребята, секундочку. Мне подписчик... Вот, я сейчас координаты скопирую, которые мне подписчик написал. Вот, я уже скопировал. Там, где находится Дезерт Эмп. Чтобы мы пошли, словили Сандила. Чтобы мы пошли и попытались словить Ларвесту. Мы сейчас... Ну, не сейчас, а... Через какое-то время туда пойдем и посмотрим, действительно ли это так. И не ошибся ли подписчик с координатами. Потому что, как он мне сказал, мы уже находили Дезерт Эмп. Таймер бомб, пускай будет. Иви, пожалуйста, скажи мне что-то еще... 222 счастья. Я не знаю, честно, сколько там и счастья нужно, но... Там был еще один покем... Нет, мне показалось. Но в Риолу было нужно 220 счастья. Вот что сейчас творится с... Что сейчас творится с Иви? Я не знаю. Я думал, в этой серии мы уже 100% ее... Ни хрена себе, напугался, твою мать. То, что в этой серии мы уже 100% ее эволюционируем, но это какая-то хрень была. Ребята, если... Ой, еще одна по чирису. Если мы в этой серии не сможем эволюционировать Иви, хоть я вам уже обещал пятую серию подряд, но, как видите, сейчас это не моя вина. То есть, если бы что-то там не знал... Или я просто-напросто, может, сейчас брежу. Может, все-таки она эволюционирует, когда будет больше счастья. Но почему тогда Риолу эволюционировала, когда было 220 счастья? А не по чирису, а Иви, у нее уже 222 счастья, и она еще не эволюционирует. Я не знаю, ребят. Может, вот сейчас. Вот сейчас, когда ночь будет, может, она сейчас эволюционирует. Посмотрим. Я надеюсь, что все-таки на следующем уровне она сможет эволюционировать. Если нет, то, извиняюсь, я тогда, ребят, не знаю. Может, в этой серии мы еще раз попробуем, да, еще раз попытаемся. Вашу мать, этот дождь твою нахрен! Вот твой... Кто это вообще сделал? То, что если ты выключаешь дождь, то он не прекращается, а потом еще будет продолжаться. Хрен его знает сколько раз. Если я выключил дождь, значит, я не хочу дождь. Но все-таки разработчики решили, что, мол, если дождь начался игровым путем, значит, что он должен пройти. А если игрок его выключает, то дождь и так, и так, через пару минут опять начнется. Ребят, я тоже люблю дождь, но я не люблю дождь в Майнкрафте. То есть, в жизни я обожаю дождь. Если честно, если бы я мог выбрать, какая была бы погода на земле, то я бы выбрал, чтобы где-то 200 дней был тупо дождь. И все остальные там, или снег, или жара, да, чтобы просто-напросто отдохнуть. Я реально очень сильно люблю дождь, но в Майнкрафте он, ну, я не скажу, что в Майнкрафте крутой дождь. В других играх я тоже люблю дождь, я не знаю, там, какие-то другие игры, да. Но в Майнкрафте он... Дезерт М! Так мы уже, вот, ребята, нашли Дезерт М. Круто! Мы уже нашли Дезерт М. И нам даже не нужно тпхаться на ту точку, которую подписчик... Хотя мы сейчас еще просто-напросто тпхнемся, чтобы просто сказать спасибо подписчику. Сейчас, вот, хрен его знает. Давайте где-то вот тут поставим чекпоинт. Дезерты Типsal Просто знать Значит тут у нас будет спавница Снадил И значит тут у нас будет спавница Как я понимаю Ларвеста Ларвеста спавница на закате И на рассвете Поэтому, ребята, мы сюда потом ещё вернёмся Посмотрим Действительно ли тут кто-то сможет потом заспавниться Иви Тридцать восьмой Фух Не твою мать Почерису А Иви Иви, сколько у тебя там опыта Ну Я не скажу, что много, да Твою мать Шадоу панч Твою мать Ладно, по чирису вступай в бой Что там выпало Покехил, давайте выкинем вот это, что нам не нужно Иви, пожалуйста Затащи хотя бы, я не знаю, одного Таурусика Пожалуйста Ладно, давай Давай вот этим и еще раз Замечательно, давайте вылечим А знаете, что я просто хочу Все-таки сейчас прокачать Иви Чтобы у нее было нормально так Опыта, да, а вот когда наступит ночь Мы еще раз попытаемся ее эволюционировать Если не получится, то, ребят Я тогда даже не представляю, что это может быть Честное слово Вашу мать Нет, я ее отменю Вот видите, да Значит, значит, что нам нужно, ребята Значит, все-таки в этой серии Мы еще эволюционируем Иви Что нам нужно? Нам нужно еще ее сейчас докачать В смысле, чтобы когда наступила ночь Мы ее сразу эволюционировали Я понял, почему она не эволюционирует, ребят Я понял Это такой баг, что, мол, если, например, у тебя до Прокачки уровня Она, короче, должна эволюционировать Когда у нее набирается 220 части Когда у нее набирается 220 части А если, например, у тебя было 218 части И потом ты прокачал Иви, да То есть прокачал и уровень То ей добавилось еще около 5 части То есть получается, что у нее не стало ровно 220 А у нее стало там 223 И это не засчиталось То есть когда у тебя вот такой уровень стал 223 части То она эволюционирует еще на один уровень То есть на следующий уровень После того, как ты поднимешь То есть, как это объяснить понятным путем Короче, тебе нужно еще потом проще Так, прокачать еще один уровень Чтобы она эволюционировала Вот, ребята, там уже, в принципе Там нам немного осталось, да То есть вы видите то, что Еще один какой-то такой массивный покемон И она уже эволюционирует Да, ребята Поэтому 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 Поэтому, ребята Этой ночью мы уже получим эмбриона Наконец-то Я уже реально прям испугался Что она заглючила, да Или что-то в этом роде Потому что, ну, такого никогда не было Вроде всегда обычная эволюция была То есть ничего такого странного не было Сейчас прям это как-то Немного залагало, что ли Ну что, ребята Мы нашли Desert M В принципе, я говорю Мы сейчас еще пойдем Давайте посмотрим подписчика Может он реально Так, сейчас Тогда давайте Вот так И вот так Я надеюсь, мы куда-то в лаву сейчас не упадем Ну, это обычный Desert Desert Hills Desert Hills Я почему-то не вижу Desert M Но я скопировал те координаты Которые мне написал подписчик Именно вот те Вот, как видели Я сразу их вставил И я ничего там не изменял Просто убрал Запятые Мне кажется, он просто ошибся И ничего тут нету Ну, не знаю, ребят Не знаю, ладно Не суть Мы и так уже Мы и так уже нашли Desert M Случайным образом Да, можно сказать Поэтому Я рад Что мы вообще его нашли Давайте убьем Почирису 77 уровень Почирису 77 уровень Ребята У нас есть вот тут Одна конфетка Давайте выкинем Хотя, я не знаю Выкинуть Или просто-напросто Пойти выложить Вот это все в компьютер Мы Мы будем дальше Прокачивать Почирису Да Но Ей осталось Вот в первую очередь Сейчас нам нужно проверить Выпадает ли Что-то с ее помощью Ну, таймер Я не знаю Вряд ли Что-то Time set night Как меня этот дождь бесит Вы видите, ребята Я не знаю, почему разработчики Так сделали Если дождь начался Он должен пройти То есть Если ты его будешь выключать Это не будет работать То дождь должен сам по себе пройти Это конченная система И вот это меня бесит реально Ладно Давайте вот это все сейчас попродаем Я просто хочу убедиться То, что я не ошибаюсь Потому что Прикиньте Если с обычной Почирису Нам вещи с покемонов Дропались А прикиньте Вот сейчас С новой Почирису И с шани Почирису Вещи почему-то Дропаться не будут Ну, прикиньте Может разработчики Такой прикол сделали Это будет смешно Охренеть до жопы Как это будет смешно Ладно Давайте выложим Хавчик Хавчик вот сюда Вот сюда Вот сюда Сначала вот это выложим Потом Вот это быстренько выложим Потом Это выложим Хлам Это 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 И вот это Вроде все Да И у нас еще Раркенди Одна есть Выложим ее Вот сюда У нас есть 18 Раркенди То есть нам нужно Прокачать Почирису Еще 5 уровней После этого Мы сможем Я надеюсь Я надеюсь Да Так Давайте еще раз Вот сюда Топахнемся Я надеюсь То что То что То что Ребята Мы прокачаем Еще 5 уровней Ну во первых Я надеюсь То что все таки Дроп будет С ее помощью падать А потом Когда мы Ей прокачаем Еще 5 уровней То мы Ребята Прокачаем Дальше ее К сотому уровню Уже с помощью Раркенди И посмотрим Будет ли Будет ли вообще Что-то Крутое Дропаться На сотом уровне Но сейчас Я бы Если честно Хотел бы Хотя бы Убедиться Хотя бы Убедиться То что Шайни Почерису Так же Дропает вещички Как и обычная Почерису Ну а вы прикиньте Просто такой прикол Да То есть что Мол Обычная Почерису Дропает вещички С покемонов Да А Шайни Почерису Почему-то не дропает Вот такой просто Прикол Разработчики Замутили Это будет реально Смешно Очень смешно Нахрен Я прям Соржу Не знаю Все таки Надеемся Что такого не будет Ладно Мы сейчас покачаемся Немного в той же пустыне Только потому что Тут есть Desert Hills А вы знаете Что это может означать Никто не знает Ребята Никто не может знать В какой момент Заспамится легенда То есть Фиг Фиг его Кто знает Может Сейчас Гроу должен Заспамиться А может Может вообще Никогда Не заспамится Ребят Никто не знает Я не знаю Вот это Почему Но у меня Есть такое ощущение Что мы уже Лутали О твою мать То что мы уже Лутали Вот эту деревню Сто процентов У меня есть Такое ощущение Нихрена себе Драпиоша Ты прям Не скажу Что сильный Но все же Ладно Лукарио Вашу мать Я хотел вылечиться А не тпкнуться Ах ты охренеть Зараза Давайте Зажрем Че-то Зажрем Пока что Еще нам Ничего не выпало Если нам Что-то выпадет То оно появится Вот в этом Слоте Да Вот тут Сюда Куда я сейчас Тыкаю Мяс Мясцо Да Будем надеяться Если до конца Серии Допустим Следующей серии Ничего не выпадет Значит Шайни И ни хрена Не выпадает Потому что Как минимум Одна вещичка Вещичка За серию Нам все-таки Выпадала Сто процентов Если сейчас Не выпадет Значит все-таки Ребята Это реально Не работает Я прям Охренею От счастья Если вот это Работать не будет Ну это реально Прям Ну что это Что это вообще будет Да То есть Мы заменили На Шайни Иви А она оказывается Не работает Я прям Охренею Честное слово Ребята Это будет Реально Смешно Да С той стороны Если ты конечно Надумал Стать каким-то Ненормальным От того Что Уровни Или вообще Какие-то Нормальные Покемоны Чтобы я Проверил Чтобы я Проверил Почерису Ладно Знаете что Давайте мы пойдем Дезерт М Потому что На закате На закате Ребята Тут может Заспамиться Ларвеста А все Мы конечно же Любим Ларвесту Я буду даже Очень сильно рад Ее словить Я буду очень сильно Рад ее словить Если она все-таки Сможет Заспамиться Также ночью Тут в принципе Сандил Спамиться Это тоже Очень даже Круто Сандил Это реально Очень круто Это случайно Не санфлавер Плейнс Это санфлавер Плейнс Ребята Вы в курсе Что Офигеть То есть И дезерт М И санфлавер Плейнс Еще и рядом Еще и санфлавер Плейнс Еще и санфлавер Форест Да В одном месте Ребят Вы знаете Что это означает Сейчас Давайте я Скиншотик Тут Это означает Что мы можем Стоять на одном месте И на закате Может Также И заспамиться И ларвеста И на закате Также может заспамиться И райкваза Как бы это офигенно Не звучало Потому что Райкваза спамится В санфлавер Плейнс На закате Да ребята Поэтому на закате Тут в принципе Также есть санфлавер Плейнс Вы видите Но на закате Мы туда пойдем Потому что у нас будет Двойной шанс Или словить Или ларвесту Или 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 Райкваза Об этом ребята Если честно Даже мечтать я пока что Не могу Потому что Ну Спам райкваза Мне вообще сейчас кажется Нереальным Потому что Даже в предыдущем сезоне Мы не заспамили Райквазу Она не спамилась Мы ее заспамили Вроде я не знаю То ли выдали себе То ли что-то в этом роде Потому что Спам райкваза Какой-то баганный Как я знаю Я тебе прям Кидаю В жопу твою Магмар Че ты выкобыливаешься А Как Вот Вот это иногда кидаешь Нет Пока что еще ничего не выпало Пока что еще ничего не выпало Это меня если честно Начинает немного напрягать Я буду очень сильно рад Все мы ребята будем очень сильно рады Ну это бред какой-то Если это реально не работает То это бред какой-то Ну как с обычной покемоны Обычная Твою мать Как обычная Иви может дропать вещи А Шайни Иви Не может дропать вещи Это реально Ну прям слышится Как какой-то бред То есть Если Шайни Иви Значит она еще более особенная Значит по сути С нее Ну как минимум Хотя бы должны падать Так же вещи Как с помощью обычной Иви Какой Иви Почерису Ребят Почему я всегда путаю Иви и Почерису Если с обычной Почерису падают вещи То хотя бы С Шайни и Почерису Как минимум Должны падать Так же вещи А можно сказать Что она вообще Намного особеннее Потому что она Шайни Да То есть она реже еще спарнится Я не знаю Ребят Давайте просто-напросто Не будем гадать Посмотрим В этой серии Посмотрим в следующей серии И может посмотрим Еще в следующей В следующей серии Если за вот эти Несколько серий Нам не выпадет Ни одна шмоточка То к сожалению Я буду должен Обратно вернуть Нам нашу старую Иви Но уже не 77 уровня А уже 78 уровня Потому что Ну Это будет не очень круто Я надеюсь Ребят Вы так же со мной Будете согласны Ну Посмотрим Потому что Все таки Я хочу чтобы И И чтобы Опять я хотел сказать Иви заметили То что Чтобы Почерису Стало нашим первым Покемоном Которого мы прокачаем До сотого уровня Да ребята Потому что Я не знаю Как только мы Прокачаем до сотого уровня Я вам обещаю То что мы уже Может еще побегаем Одну-две серии Чтобы посмотрели Будет ли что-то нормально Дропаться Если нет То мы просто Ее Выкладываем В компьютер И вместо нее Берем Я не знаю Какого-то нового капитана Допустим Того же Сайтера Да Сайзера Посмотрим Ребят Посмотрим Че может Заберем Опачки Попачки Здрасте Вот Офигеть Привет Привет Мусюсики Так Она-то уже Заспавилась Так вроде Еще прям Заката Какого-то Особенного Нету А она уже Заспавнилась Круто Значит Если Ларвеста Уже спавнится По сути Должна Тогда Может И заспавниться И Райкваза Потому что Как я понимаю Спаун Вот этот Спаун На закате Уже потихоньку Начался Ага Ребята В этой серии Мы словили Ларвесту В этой серии Мы получили Новую Почирису Потому что Я заменил Старую На новую И в этой серии Ребята Мы еще Получим Амбриона Это вообще Офигеть Просто Ну ладно Наперед Я не буду Говорить Вот сейчас Когда ночь Наступит Тогда мы Пойдем Получать Амбриона Да Там Для Иви Еще Нужен Давайте Посмотрим Сколько Там Нужно Еще Иви Покажи Свою Полосу Ты Че Издеваешь А где Нахрен Твой Опыт Ну В принципе Да Где-то Вот так Там Еще Нам Нужно Поэтому Сейчас Мы Ребята Ее Уже Прокачаем И Сейчас Мы Еще Апсово Даже Пойдем Офигеть Ребята Вы Просто Представьте Если Мы В этой Серии Еще Даже Апсово Словим Это Будет Прям Супер Это Будет Супер Но 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 Вот Сейчас Закат Когда Уже Полностью Наступит Ночь То Ребята Мы Отсюда Уйдем Пытаемся Не пытаемся Но Все же Попытка Не пытка Как говорится Все таки Попробовать Заспавнить Райквазу Не какую-то Там Мью Или даже Какую-то Обычную Легенду А можно Сказать Райквазу Одну Самых Редких Легенд Вот Если В предыдущих Сериях Я не помню Вроде в третьем-четвертом сезоне Там был То ли такой баг То ли Просто разработчики Так решили То что Райквазы Летают Стаями На закате И каждый вечер На закате Спавнились Около Пятнадцати Райкваз Около Мать его Пятнадцати Райкваз Потом Это Шайни Нет Это Обычный А вот это 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 Хрен его знает Просто я не вижу Что у него задницы Вылетают Звездочки Я не знаю Да это Что Ребят Я не знаю Честное слово То нам Двадцать серий Подряд Не попадается Ни одна Шайни За двадцать серий Мы нашли Шайни Гип За двадцать серий Мы нашли Кто там еще Нашел Я вне серии Нашел Шайни Скорупи А сейчас А сейчас Ребята За одну серию Нам заспавил Кто там Шайни Почерису И Шайни Не повторяюсь Да Как я его назвал Заспавился Шайни Худун А в этой серии Нам уже Заспавился И Шайни Сивадул Вот И наконец Эволюция Иви И Шайни Сивадул И кто там Кто там Еще там Заспавился Шайни На начале серии Ребят Шайни Скармори Это вообще Охренеть В принципе Скармори Как я помню В предыдущем сезоне Меня многие люди Просили Найти Скармори А в этом Сезоне У нас вообще Шайни Скармори Это вообще Вдвойне Супер пупер Амбрион Ребята Ваш Должен я был Сюда упасть Не мог Перепрыгнуть Вот ребята Амбрион Офигеть Вот наверное То что Я обсуждал В обзоре Новой версии То что Было бы круто Если бы разработчики Сначала Поменяли текстурки Всем старым покемонам И только потом Брались опять За добавление Новых покемонов И кто не знает Они уже вроде что-то Думают На добавлении Мега эволюции Да Я конечно же Хочу мега эволюции Но как я уже говорил В том же обзоре Модов В первую очередь Я бы хотел Чтобы они полностью Да Полностью Обновили Хотя бы Это Нет Я думал Это было Чтобы они Хотя бы полностью Обновили текстурки Тех покемонов Которые уже Присутствуют В моде После этого Как они Это все Обновляют Чтобы они Хотя бы Начали добавлять Новых покемонов С генерацией Да То есть Чтобы полностью Заполнилась Первая Потом вторая Потом третья Потом четвертая Генерация Ну вот это все Да И только После того Как будут Все покемоны Они начали бы Добавлять Мегаэволюции Они просто Берутся за все Сразу И сами Не знают Что лучше Добавлять То ли текстурки Старым покемоном Изменять За текстурки Которые они Вообще Вспоминают Раз в год Как видите Вот сейчас Вспомнили Что-то им Сбрело в голову И они все-таки Решили поменять Или Добавляют Новых покемонов Там тоже Раз в пару Месяцев Да А сейчас Они вообще Уже хотят Начать добавлять Мегаэволюции Мне кажется Было бы круто Если бы они Хотя бы поменяли Текстурки Ну той же Мью Вроде нет Тем той же Легендарной Троице Легендарных Птиц Да То есть Молдрес Забдус И Артикуна Потому что У этих Покемонов Такие текстурки Квадратное Говнецо Уже с первого Сезона То есть Уже очень Много Времени Они Вспомнили За того же Арбока И Пипинсера Но они Не вспомнили За легенд То есть Пипинсера Они увидели А легенд Они не увидели Вот это Если честно Меня бесит И И тем же Иви Все Обожают Иви Все любят Иви Потому что В Иви Есть много Эволюций Та же Эмбрион Та же Эспион Та же Вопорион Желтен И многие Другие Эволюции И ни одна Иви Необычная Иви Ни эволюции Иви Не имеют Нормальных Текстурок Ни одна Иви Не имеют Людских Текстурок Если вот так Говорить Все они Квадратные Я не знаю Почему Разработчики Не хотят Менять Честное слово Было бы Круто Если бы Они сначала Поменяли Потом уже Брались бы За что-то Другое Знаете Тезер М В принципе Мы можем Сейчас еще тут Побегать Попытаться найти Сантила Но Мне кажется Проще Мы потом Вернемся В следующей серии Чтобы просто-напросто Не пытаться Делать все За одну серию Да ребята Просто-напросто Потом вернемся И попробуем Я не хочу Делать все За одну серию Давайте мы Сейчас пойдем Еще Хотя бы Хотя бы Хотя бы А нет Все-таки Вот смотрите Есть тут и Павниар Значит Если тут есть Павниар Может им Просто Шанс порезать Да Может все-таки Спаун Бишарпов И Павниардов Тут все-таки Присутствует Но им просто Наверное Понизли Шанс Спауна Может Но все-таки Мы сейчас Не за ними Пришли А мы пришли За Апсолом Потому что Подписчики Меня просили Если подписчики Просили Значит Я хотя бы Не успел Я сказать Как он Не успел Я сказать Что не успел Я сказать И я его Уже Прихлопнул С одной Плюхи 39 уровень Умер От одного Удара То иногда Бывает Что 5 уровень Умирает От двух Ударов А тут 40 уровень Умер От одного Удара Но ничего Ребята Мы еще Вернемся Не переживайте Если мы Сейчас Не найдем Еще одного То значит Мы потом Вернемся В следующей серии Если в следующей серии Мы не найдем То вернемся В следующей В следующей серии Но я вам обещаю То что я сейчас Буду сюда приходить И специально Ребята Для вас Для подписчиков Потому что Многие меня просили Словить Апсола Я буду Его караулить Тут И я постараюсь Его словить Специально Ребята Для вас Потому что Если вы меня просите Значит я хотя бы Как минимум Попытаюсь его словить И сейчас я буду сюда Приходить каждую ночь И пытаться Его найти а там уже нет это городом или это уже начинается там зимний биом фиг его знает extreme hills тут по сути если бы тут были extreme hills плюс или м или как это называется туда мог даже станется нт да то есть огненный пес можно его и так назвать но вряд ли тут что-то будет вряд ли тут что-то будет но все-таки мы потопаем куда-то будет сюда попробуем еще хотя бы раз попытаться найти об соло вот только что я не успел про него загореть как он сразу перед нами ты что-то обо мне сказал вот и вот я чувак тут разбирайся сейчас со мной да вот там я бешар по кстати вижу это бешар вроде вот или нет к бешар это просто охренеть я уже по вот экстрим hills плюс вот ребята экстрим hills плюс мы нашли экстрим hills плюс хи экстрим плюс на всякий случай то есть мы хотя бы нашли этот биом а заспавится тут нт или нет это уже ребята не наша работа если он заспавится это будет охренеть если не заспавится ну хотя бы будем иметь эту местность и будем знать что когда-то тут он может и заспавится у нас все-таки в этом сезоне нету обязательно то есть обязательство ловить всех покемонов чтобы закончить сезон как вы знаете у нас приблизительная цель в этом сезоне это приблизительно там словить 150 покемонов там около пяти около там допустим уже 10-15 шайни потому что сейчас шайни ну может нам просто везет на них может следующих сериях уже так не будет но сейчас они нам более-менее так спамят и также иметь хотя бы минимум пять легенд у нас уже есть три легенды это три легендарные птицы нам еще как минимум нужно попытаться словить двух легенд ух ребят я не знаю будем пытаться но я вам обещать ничего не могу вы сами знаете принципе саняп понимаете я не могу сказать что вот ребята мы завтра предием и словом одну легенду да то есть если если она заспавится значит мы ее словами с и не заспавится я ничего не могу сделать то есть за спасца слом ни заспавится но будем ждать Я, ребята, к сожалению, не могу Вот сейчас сказать, и там, вот, например Мы сейчас сюда тп-хаемся НТ заспамится, и НТ перед нами сейчас тут Появится, да, через 5 секунд Что, мол, вот Эдисон сказал НТ заспамится Значит, НТ заспамился, да Или вот сейчас мы, например, пойдем в джунгли Мью заспамится, и Мью тут через Фиг его знает Через, это, глум И Мью тут, например, через 10 секунд появится Да, и, мол, я так буду бегать с биома в биом И буду просто-напросто говорить, там, легендам Мол, легенда заспамится, легенда спамится Потому что многие люди думают, что это на самом деле так Мы, кстати, еще можем Вот сюда пойти Хотя Нет, в принципе, она спамится на рассвете Это уже не рассвет, это уже, можно сказать, утро, да Ну, и сцелеби еще, конечно, можно наведать Посмотреть, что и как тут вообще делишки происходят В этом Flower, не знаю, там, Flower Forest, да Ребята, к сожалению, я не знаю, честно Я не знаю, что вообще будет происходить с этими легендами Я не знаю, то есть Может, может, все думают То есть, может, Pixelmon думает, что в этом сезоне Три легенды это хватит И все, больше нам спамить не будет Я не знаю, посмотрим, ребят И как я все-таки замечаю То, что Вроде в этой серии мы офигеть, как много уже Не монстров, каких-то хрен монстров А покемонов убили Но нам не выпала ни одна, к сожалению, пока что вещичка Это меня расстраивает Потому что все-таки, если вещички не будут падать Еще Ну, давайте еще хотя бы Максимум в следующую серию То, значит, в следующей, в следующей серии Серии я уже буду должен заменить обратно Патчерису Я не знаю Может, это бред какой-то То есть Обычная Патчерису дропает вещи А Шани Патчерису не дропает вещи Или, знаете, что я, может, уже даже Просто заменю Патчерису Потому что на это меня уже достало Я, конечно, привык к ней А можно сказать, уже хрененько к ней привык И от этой привыкаемости Меня уже от нее тошнит Я уже ее, если честно, хочу как можно быстрее заменить Потому что Ну, Патчерису, ну Я не знаю У него нету никакой эволюции Патчерису, как Патчерису Одна эволюция, одна белка какая-то Там белая и была синяя Сейчас белая и розовая Все, больше никаких изменений нет Я не знаю Меня уже даже многие подписчики просили Мулайдисон, замените уже наконец-то Патчерису Потому что она, если честно, уже давным Давно всем уже надоела Я, ребят, с вами согласен Но, в принципе, у нас есть большой выбор На кого ее заменить Мы можем Янис Да хоть на кого? Давайте сейчас быстренько даже пойдем домой Посмотрим, кто Кто-то Кого можно сделать капитаном? Как я уже сказал, того же Сайтрам Того же Лукарио можно сделать Того же Генгара можно будет сделать Кто у нас? Вот кого я давно хотел сделать Зангоз Зангуз Вот кого Вулкарона, ребята Та же Вулкарона У нас много покемонов, которых мы можем сделать Которых мы можем сделать Сделать капитанами Но Но Я хочу полетать на Скарморе Бою мать Я сказал воаааааааай Шайни офигеть, вот это нам повезло смотри как, какая у него хрененая анимация ааааааааааа какая у него анимация ребята, я прям кайфую, если честно у него очень крутая анимация как он летает, и плюс в том он еще Шайни вообще выглядит суперски но но, но в принципе можно его даже взять, он уже может сказать, Чейнс, слушайте Слушайте, 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 а может, а может, а может нам её даже попытаться словить Квикболом, Ченси, Ченси Блисси, то есть, я не знаю, я не скажу, что она супер-пупер, да, если мы её сейчас убьём, то ничего страшного, по сути. А, ну, убили, так убили, то есть, как я сказал, ничего страшного, по сути, нету, мы, в принципе, потом ещё сможем ещё одну найти, я надеюсь, и словить, но, ну, допустим, была бы у нас даже Блисси прокачана, ни хрена себе, вот там плющит, но, что бы мы с ней делали? По сути, ничего бы мы с ней не делали, это не сервер, чтобы продавать игрокам, там, прокачку, да, мол, приходите, там, пару монет, я вам прокачаю ваших покемонов с помощью Блисси, то есть, ну, такого ничего тут особенного нету, в одиночке Блисси, наверное, самый такой бесполезный покемон, так же, как и Диту, и так же, как, ну, Диту, Диту можно использовать хотя бы для размножения других покемонов, я согласен. А вот, ну, я не знаю, честно, если бы мы её даже прокачали, она бы просто-напросто у нас валялась в том же компьютере, и мы бы ничего просто-напросто не делали, потому что она бесполезная, да, ребята. Нет, Гроудоша никогда не вывезет, мы можем даже не надеяться, ладно, серия уже, мне кажется, там даже ещё одна Ларьвеста, офигеть, если бы я вот тогда не нашёл, то я бы сейчас обрадовался, но мы уже начали в этой серии. Вот, всё-таки, я жалею то, что я случайно убил, то, что я случайно убил Апсола, ну, по сути, он не такой редкий, и вот я только туда пришёл, я сказал, мол, подписчики просили меня найти Апсола и словить его, я вот сейчас попытался его найти, и он сразу же перед нами появился, и я хотя бы попытался его, ну, снести ему хотя бы немного жизни, да, чтобы его было намного проще словить. Но я его убил, к сожалению, с одного удара, то есть я говорю, есть там покемоны 5-10 уровня, которым требуется там 3-4 удара, чтобы их убить, а есть такие, как Апсол, которые там 38-39 уровни, и им даёшь одну плюшку, они сразу же умирают. Ну, непонятно, да, непонятно. Но, как я уже сказал, я не знаю, сколько там, 10 минут назад, то, что я буду сейчас ходить, я буду сейчас ходить в горы, и, ребята, специально для вас, по вашей просьбе, я буду пытаться всё-таки найти и словить Апсола, потому что если подписчикам это нравится, если подписчики любят Апсола, значит, специально для них я его попытаюсь словить. Ну что, ребята, ни боссов, ни шайни я больше никого не вижу, а если я никого не вижу, значит, мне кажется, можно уже даже заканчивать эту серию. Мы, наверное, вот ещё сейчас полетаем, за то время, пока я буду свою речь произносить, да, потому что, ну, вдруг кто-то заспавится, вдруг, да. Но всё же, ребята, я хочу вам сказать спасибо за то, что посмотрели эту серию. Кто не выключил серию, а посмотрел её до конца, я ещё более благодарен, потому что, ну, раз вы всё-таки посмотрели, значит, она вам понравилась, и я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Ребята, как я уже сказал, если мы наберём 1000 лайков вот сейчас, значит, следующая серия Пиксельмона выйдет завтра. Не будет никаких задержек. Серия Пиксельмона выйдет не послезавтра, не послепослезавтра, а выйдет именно завтра. То есть, каждая новая серия Пиксельмона каждый день, и, в принципе, это может, не может не радовать, да, потому что это всё-таки круто. Но, как я уже сказал, это зависит от вас. Если мы сегодня наберём 1000 лайков, значит, серия выйдет завтра. Если мы наберём 1000 лайков, но серия не выйдет, вы будете иметь полное право написать мне вконтакте, чтобы я вас добавил в друзья, сделал вам подарок и также расписался у вас на стенке. Но что самое главное, ребята, серия выйдет на следующий день после того, как мы наберём 1000 лайков. Не в ту же секунду, не в тот же день, не через час, не через 10 минут, а на следующий день. Неважно, набрали мы утром лайки, обедом или вечером. На следующий день. Потому что многие путают, многие меня там уже обзывают, кричат, молодец, он, серия вышла, то есть лайки мы набрали, серия нету, потому что лайки мы набрали, может, около обеда. Значит, серия должна выйти на следующий день. Поэтому, ребята, не забывайте. Также, кто не верит в то, что я общаюсь с подписчиками, можете проверить. Я отмечаю на ваши вопросы, если они адекватные и нормальные. И просто-напросто общаюсь со своими подписчиками. Кто не верит, может оставить нормальное сообщение под этим видео, увидит то, что я на него отвечу и также с тобой пообщаюсь. И, ребята, последнее тоже, что самое главное, я буду очень сильно рад, если вы подпишетесь на мой канал. Я рад каждому моему подписчику, и я воспринимаю подписчиков прям как реальных друзей. Поэтому, если ты хочешь стать моим другом, то я прямо тебя хочу попросить подписаться на мой канал. И я просто-напросто буду очень сильно этому рад, если ты вступишь в нашу большую дружную семью. Ребята, всем спасибо за просмотр. Мы с Шайни Скармори прощаемся. И кого мы там еще словили? Шайни Скармори и Шайни Стивадо, да? И это нет, это не пухебол. И, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.